В Бендерской крепости сегодня прошел круглый стол, посвященный событиям 1770 года. 250 лет назад русские войска штурмом взяли Бендерскую крепость. До этого твердыня не покорялась никому. Ее отвоевала у турок 2-я русская армия во главе с графом Паниным. Трижды она становилась русской, но единожды эту крепость брали штурмом. Русские войска на днестве появлялись. Но это все время была территория, подконтрольная османом, и не было никаких шансов ее оттуда вывезти. Но вот именно после падения этой неприступной до тех пор крепости стало ясно, что путь на Балкан, в общем-то, он может быть открыт. Для сегодняшнего круглого стола подготовили стенды с планами крепости и ее осады. Их составили на основе документов 18 века. Эти же документы легли в основу нового атласа исторических карт. Впервые в одном издании собраны планы атаки Бендерской крепости, одна из первых схем крепости, а также карты движения армии Панина на Днестре. За покорение Бендер Петра Панина наградили орденом Святого Георгия Первой степени. Вот эта персодификация, вот таким вот образом, она говорит о том, что мы всегда были интересны России, коль скоро сюда направлялись яркие люди, и они выдали результаты своей деятельности. И мне представляется, это тоже один из штрихов нашей общей истории. Осада Бендер длилась два месяца. Русская армия пыталась взять крепость из мора. Но после осады пошла на штурм. Он начался ночью с подрыва ворот. К утру турецкий гарнизон был перебит в жестоком сражении. Оставшиеся в живых сложили оружие. После взятия Бендер территория между Днестром и Прутом первый раз перешла под контроль русской армии. По нашему мнению, вот современная история Приднестровья, вот если мы протягиваем такие непрерывные прямые линии, вот она начинается примерно со второй половины 18 века. Потому что именно после русских побед, в том числе здесь, на Днестре, этот край начал присоединяться к России. Это стали безопасные земли. И вот наше приднестровское население, наши предки, они сюда пришли именно вот после этих великих побед. История осады Бендер богата на знаковых исторических персонажей. Генерала-аншефа Панина тогда уже знала вся Россия. У стен крепости сражался Емельян Пугачев, который вскоре поднимает легендарное восстание. Во взятие Бендер участвовал и будущий великий полководец Михаил Кутузов.